МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Реформа местного самоуправления. Госсовет Чувашии принял закон о преобразовании муниципальных районов в муниципальные округа. 43 дня в пути, более 20 встреч в городах Беларуси и России. Участники автопробега Содружества от Буга до Байкала добрались до Чебоксар. Айти сфера под прицелом мошенников, как в Чувашии раскрывают киберпреступления. В Государственной Думе России состоялся отчет правительства страны о работе в прошедшем году. С докладом перед депутатами выступил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. В рамках обсуждения состояния российской экономики состоялся диалог с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета по финансовому рынку. Речь шла о перспективах развития отечественного машиностроения. Еще в ходе визита в республику в 2020 году премьер-министр страны побывал на нескольких предприятиях, специализирующихся на производстве тракторов средней и малой мощности, текстильных станков и запчастей к ним. Это конкретные примеры импортозамещения. Такие компании нуждаются в поддержке правительства в плане выхода на внешние рынки, считает Анатолий Аксаков. Михаил Мишустин готов поддержать предложения в этой части и расширить действия программы. Это очень важно для роста деловой активности в регионе, убежден глава республики Олег Николаев. Поэтому первый транш из федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей ушел на развитие малого и среднего бизнеса, создающего новые рабочие места. С 2022 года в республике появятся новые инвестиционные площадки для создания ряда важных производств. Сегодня в Чебоксарах продолжила работу 49-я сессия Государственного совета Чувашии. Депутаты рассмотрели ряд социально важных законопроектов. Бурную дискуссию вызвал вопрос о преобразовании муниципальных образований Красноармейского и Шумерлинского районов. В конце апреля депутаты этих районов вышли с инициативой ликвидировать в муниципалитетах поселения как юридические лица и объединить в одну административную единицу – муниципальный округ. А полномочия поселений передать на уровень района. Такая система действовала в Чувашии до 2005 года. Данные преобразования, несомненно, будут способствовать ускоренному социально-экономическому развитию района, повышению эффективности в решении вопросов местного значения. Предполагается введение единого механизма управления, единого бюджета, единой паровой базы и плана развития территории. Предполагается, что на уровне муниципального округа будет быстрее и проще решать проблемы медицинского обслуживания, образования, культуры, подключение к коммуникациям, содержание дорог, утилизация мусора. Сейчас у поселений нет на это ни средств, ни возможностей, утверждают депутаты. Если посмотреть на статистику, какая численность малочисленных районов на сегодняшний день, ну, 10 тысяч, 12 тысяч есть в нас районах. Ну, что такое 10-12 тысяч? И как решать большие стратегические инвестиционные вопросы в этих районах? Хотя люди там проживают. У нас есть деревни, где живут небольшое количество людей. Ну, на одной улице, это и есть сядь деревня, там, да, 10-12 человек. Они не могут и поучаствовать в инициативном бюджетировании, потому что, ну, что там они могут собрать, даже на покрытие щепелка этой улицы? А здесь в рамках объединения вот этих бюджетов появится возможность, во-первых, проводить большие инвестиционные проекты, во-вторых, отслеживать их. Мнения депутатов различных фракций о необходимости преобразования разделились. У нас в республике вот Москокосинское сельское поселение Маргаушского района, Синьяльское сельское поселение Чубаксарского района, Большое Алкашевское сельское поселение Шумерлинского района. Депутаты этих поселений, они смогли отстоять свои права, когда у них были вопросы к китайским инвесторам. Объединив и создав такие муниципальные округа, депутаты сельских поселений, а их уже не будет, они не смогут препятствовать воле руководителя муниципального округа. Депутаты поинтересовались, как будут предоставляться госуслуги жителям, не придется ли им каждый раз приезжать в районный центр. Авторы закона подчеркнули, все вопросы местного значения будут решаться, как и прежде. Увеличатся возможности района в решении стратегических вопросов. После долгой дискуссии представители ЛДПР предложили не принимать закон о преобразовании муниципальной округа. Мы против таких поправок по одной простой причине. Если убрать депутатов сельских поселений, то мы уберем рычаг влияния этих округов, этих поселений у людей. Коммунисты воздержались при голосовании во втором чтении за закон. По их мнению, документ нуждается в доработке. В целом я был за необходимость введения такой нормы, чтобы муниципальные округа были, и избиратели, жители районов сами решали, какую форму управлением выбрать. Но в то же время надо уделить особое внимание тому, чтобы власть оставалась приближена к населению, к жителям. Количество депутатов в этих собраниях муниципальных округов должно стать больше, причем существенно больше, чтобы не получилось так, что какая-то деревня не имеет своего представителя. В итоге закон о преобразовании был принят в двух чтениях. Осенью депутаты местных поселений сложат свои полномочия и будут сформированы новые собрания по итогам выборов в районах. Депутаты также приняли закон о социальной поддержке детей. Его рассматривали в апреле на заседании Кабинета министров. Правительство предлагает расширить меры господдержки детей-сирот, обеспечив их жилищными сертификатами. Татьяна Молокова, Павел Иридков, Республика. Безопасность образовательных учреждений, их оснащение, внедрение современных технологий в обучение. Об этом и многом другом говорили на совещании в Красночитайском районе. В нем приняла участие министр образования Республики Алла Салаева. Мы собираем, программируем роботов. Разрешите представить нашего робота Паука Петровича. Он умный, но иногда как близнецкий. Ученики пятого В-класса Красночитайской школы давно увлекаются робототехникой. Уже не первый год здесь работает кабинет точки роста. Как я долго думал об этом, как же мотивировать обучающихся приобщиться к цифровым технологиям. Вся же наша жизнь, сейчас современная жизнь пронизана прям цифрами. Любая профессия, начиная от повара, заканчивая физикой ядерщикой, компьютер первый поможет. Вот на это делаю упор, что если вы не освоите цифровые технологии, можете оказаться за бортом корабля. Первые шаги в программировании учащиеся школы делают именно здесь. В таком классе они учатся создавать компьютерные игры и даже пробуют писать программы для виртуальной реальности. А чему вы здесь научились? С точки зрения программирования. Да, мы программируем. Для виртуальной реальности тоже есть программирование приложения Вармен. Но это для нас было слишком дурно, поэтому мы в скретче пока что занимаемся. Вот такие таблички с номерами кабинетов школьники тоже делают сами. Учащиеся седьмого класса занимаются и 3D-моделированием, создают фигуры с помощью приложения и потом их распечатывают. Что сегодня в какую школу мы зайдем, сердце радует. И действительно, школы не то что не хуже и получше, да, городских. Но сейчас перед нами стоит главная и серьезная проблема на полной содержании. О векторах развития системы образования в районе поговорили на встрече с представителями органов власти, директорами школ. Одна из основных проблем – нехватка педагогов. Если взять общее количество работающих педагогов, у нас их 137. За последние 4 года в сценах школы появились всего 4 молодых специалистов. Это, можно сказать, меньше 2%, около 2%. Эта цифра говорит на самом деле о проблемах. Естественно, проблему надо решать. Решить проблему можно с помощью федеральной программы «Земский учитель». Сейчас здесь строят квартиры, чтобы у педагогов был дополнительный стимул приехать в район. На фоне трагедии в Казани важной темой стало обеспечить небезопасность в школах. Юлия Важенина, Игорь Ульянов, Республика. Юлия Важенина, Игорь Ульянов. Казалось бы, преступные схемы мошенников всем известны, однако потерпевших меньше не становится. Доверчивые люди теряют сотни тысяч рублей, а кто-то и больше. 4 мая поступил звонок утром с московского номера. Представились сотрудниками службы безопасности Центрального офиса Сбербанка. Сказали, что на моё имя оформлен кредит на сумму 520 тысяч рублей. То есть были утеряны или кто-то продал мои персональные данные. Они предложили оформить кредит с целью поиска мошенников. То есть, чтобы мошенники ничего не поняли, они сказали, оформите кредит, потом мы его закроем. Доверившись аферистам, 34-летний житель Чебоксар набрал кредиты в пяти банках на сумму почти в 2,5 миллиона рублей. Как расплачиваться с этим огромным займом, мужчина пока не знает. Деньги он переводил в течение трёх дней через банкомат, осуществив в общей сложности более 150 переводов. Вот вы пока-то осуществляли переводы, у вас не возникло никакой мысли, никакого опасения, подозрения. Ведь вы предупреждались, вы, скорее всего, знали о том, что такие мошенничества существуют. Да, я знал, но не придавал такого большого значения. Можно сказать, я легкомысленно к этому относился и думал, что это меня не коснётся. И таких случаев только в Чебоксарах. За первые четыре месяца уже более 800. Ущерб составил около 70 миллионов рублей. В два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В управлении были приняты решения по проведению орштатных мероприятий и созданию отделения по раскрытию бесконтактных хищений. Всего сотрудниками отделения за период создания нового подразделения уже раскрыто 21 преступление. Осуществлены ряд командировок в регионы Российской Федерации. В ходе одной из командировок из Краснодара в Чебоксаре был доставлен 34-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Летом прошлого года житель Чебоксар перевёл ему 25 тысяч рублей за автозапчасти, но товара так и не дождался. Уже в столице Чувашии выяснилось, что задержанный краснодарец находится в федеральном розыске за серию аналогичных преступлений. За что задержаны? Задержаны за невыполнение своих обязательств. А это кадры, сделанные в ходе командировки в Самарскую область. За высоким забором этого особняка, расположенного в городе Сызрань, проживает 30-летняя женщина, которая стала фигурантом уголовного дела, расследуемого в Чебоксарах. В Сызране задержана женщина, которая на сайте знакомств познакомилась с нашим жителем города Чебоксары престарелого возраста, ввела его в заблуждение и обманным путём получила у него денежные средства в сумме 88 тысяч. Данная женщина установлена, задержана сотрудниками и дала признательные показания. С учётом роста IT-преступлений нагрузка у нового подразделения максимальная. Но сотрудники полиции рассчитывают, что жители нашей республики станут бдительнее при использовании интернета и мобильных телефонов. Вакцинация пришла в районы. Чтобы облегчить путь пожилых людей и инвалидов, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, до прививочного кабинета для них организовали мобильные бригады. В Ятринском районе сегодня работали три мобильные бригады. Базой для выездного прививочного кабинета стали фельдшерско-акушерские пункты. Люди хотят прививаться. Они поняли, что без вакцинации, что нет выхода, что без вакцинации мы не осилим коронавирусную инфекцию. Это необходимость. Более трёх тысяч населения вакцинированы первым и вторым компонентом. На выезде также соблюдаются все протоколы вакцинации. Сначала обязательный медицинский осмотр. Если здоровье позволяет, пожалуйста, на вакцинацию. Не хотелось контактировать с больными. В районную поликлинику никак вот не решилось. В общем, в семье все сделали, а сейчас пригласили, и сюда приехала компания прививочная. Я с удовольствием, конечно, надо прививаться. Чтобы ускорить вакцинацию, врачи используют и другой вариант. Они высылают за пожилыми людьми санитарный автомобиль. Он и доставляет желающих в районную больницу. Инастя Потапова, Игорь Ульянов, Республика. В Чувашии ремонтируют железнодорожные пути. Работы идут на участках Алтышева-Атрать, Шаркистры-Урмары, Куркачи-Арск. При этом график движения пассажирских поездов не нарушается. Ремонтные бригады меняют железнодорожное полотно по ночам. Обновление путей повысит надежность железнодорожной инфраструктуры. После ремонта будет увеличена и скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Всего за летний сезон планируется обновить около 235 километров железнодорожного полотна на полигоне Казанского региона Горьковской магистрали. Почти 16 тысяч километров, 43 дня в пути. Более 20 встреч в городах Белоруссии и России. Участники автопробега Брест, Иркутск, Брест, Содружество от Буга до Байкала добрались до Чебоксар. Во время пути к ним присоединяются представители регионов. Так эстафета памяти идет по всей стране. Автопробег посвящен 80-летию героической обороны Брестской крепости. Именно с этого легендарного места участники двинулись дальше на восток. Через Беларусь и европейскую часть России. Их ждет Урал и Сибирь. Конечная точка маршрута – город Иркутск и озеро Байкал. Памятные встречи и мероприятия проходят более чем в 20 региональных центрах. 8 мая нам в торжественной обстановке вручили капсулу со священной землей Брестской крепости героя. Для того, чтобы мы доставили ваш город и в торжественной обстановке передали подрастающему поколению вашего города. Так сохраняется память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости. Преемственность традиций – важная составляющая патриотического воспитания. Самому молодому участнику международного автопробега всего 28 лет. И он с честью принял предложение участвовать в данном мероприятии. Мы решили от города Бреста до города Иркутка ехать и по всем городам, которые нас встречают, говорить молодежи, что и в нашем городе Бресте были герои Великой Отечественной войны. В рамках автопробега проходит конкурс рисунка. С начала войны прошло уже 80 лет, но память о ней жива. Рисунок ученика столичной школы номер 48 Александра Акулова отмечен особо. Через творчество мы хотим еще больше приобщить молодежи в детско-юношескую категорию, чтобы они тоже проникались памятью, понимали, чтили, ставили приоритеты для себя, правильные приоритеты. После возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке Победа участники автопробега встретились с воспитанниками Чувашского кадетского корпуса. Здесь же состоялось вручение капсулы землей Брестской крепости. В ответ гости получили землю с места строительства оборонительных рубежей. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Яна Яранова, Николай Скворцов, Республика. Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, но и в тылу. И здесь неоспорим вклад женщин и детей. Детство Марии Егоровны Федоровой из Марпасадского района тоже пришлось на годы войны. Жительница деревни Ящерино Мариинско-Пасадского района Марии Федоровой за 90. Память с годами ослабла, но годы войны она помнит хорошо. Часть детства Мария провела в Сибири, куда сослали ее раскулаченных родителей. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было уже 11 лет. И она работала наравне со взрослыми. Мария Егоровна многое рассказывала своей дочери. 13 лет она уже ходила с мужиками лес валить. Валить очень тяжело, конечно, было им. Они дети. Детей мало там было. Ну, взрослые старики были. А потом возили они эти бревна на лошадках. Она рассказывала, как тяжело им было. Мария Егоровна всю жизнь проработала в совхозе. Она признается, что работа давала ей силы. Поэтому и детей своих приучила к труду. Летом они в совхозе работали, как она рассказывала. Там тоже вставали очень рано, выходили. Работали до темна, до поздна работали. А потом она, когда вышла замуж, родила семерых детей. Тоже все время работала. Сколько я помню, она все время работала. И нас учила всегда работать. Она у нас молодец. Всем детям помогает. Как может. Я горжусь матерью, что она вырастила семя детей и вручили ей медаль материнства. Сейчас у Марии Егоровны 11 внуков, 7 правнуков и 1 праправнук. Счастливая бабушка очень гордится своей большой семьей. А они – ею. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня правоверные мусульмане отмечают Ураза Байрам. Это праздник разговения после поста священного месяца Рамадан. В Республике проживают 128 национальностей, в их числе и те, кто исповедует ислам. Ураза Байрам длится три дня после 30-дневного поста. Это второй по значению мусульманский праздник после Курбан Байрама. В эти дни принято навещать родственников, готовить праздничный стол и помогать нуждающимся. Врачи и представители духовенства из-за эпидситуации в священный день убедительно просят верующих молиться не в мечетях, а дома. Особенно это касается старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. С 21 по 25 июня в столице Чувашии пройдет традиционный 14-й Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. Кинофорум откроет спектакль по роману в стихах Александра Пушкина «Онегин» режиссера Натальи Семеновой. Композитором постановки выступил Алексей Айги. В спектакле задействованы заслуженные артисты Российской Федерации Сергей Чинишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Алиса Гребенщикова. Торжественная церемония открытия кинофестиваля и постановка «Онегин» будут представлены 21 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета. Вход на все кинопоказы традиционно остается бесплатным для зрителей. Исключение – торжественные церемонии открытия и награждения победителей кинофорума, а также некоторые специальные события. Я с вами не прощаюсь. Сразу после информационного выпуска увидимся в программе «Правительственная связь», в которой министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова расскажет о мерах поддержки семей с детьми. Оставайтесь с нами.